Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер, за бортом у нас сейчас всего лишь 8 градусов тепла И с последними новостями из Канады, из провинции Квебек По тому, что у нас происходит в плане коронавируса Соответственно, для начала общая сводка Для тех, кто пытается прикопаться к цифрам Данные даются не с сайта ВОЗ, а с сайта правительства Канады И, соответственно, данные не на сегодня, а на вчера Так что же у нас происходит с нашим коронавирусом здесь, в Канаде? На вчера у нас почти 5, без 80 случаев, тысяч заражений по всей Канаде И 4-400 смертей Самая неприятная ситуация у нас в провинции Квебек Где мы, собственно, находимся А в провинции Квебек самое неприятное место Это Монреаль По которому, опять же, мы едем Но, справедливость ради, надо сказать, что во всех районах города Своя собственная ситуация Больше всего самая большая жесть Это Монреаль Нор И Кот-де-Нэш И НДП О, нет, пардон Да, НДП тоже Нотр-Дам-де-Грас НДГ, точнее И, соответственно, Ривьер-де-Прири Вот эти вот 4 района Монреаля Они самые-самые зараженные Там количество зараженных исчисляется тысячами уже Тот район города, по которому мы сейчас едем Это у нас Киркланд и Пьерфон Всего лишь сотня с копейками, условно говоря То есть ничего серьезного И что я хотел, собственно, рассказать сегодня Это то, что является у нас на сегодняшний день Самым ярким, самым важным поводом для общественных дискуссий Во-первых, обсуждаются, прежде всего, вопросы, связанные с качеством оказания медицинской помощи У нас скрылись гневники, связанные, прежде всего, с центрами, где живут старики Большое количество людей отказываются выходить на работу Из-за того, что они будут, по сути, находиться в группе риска Потому что именно старики, в основном, у нас болеют и умирают Вскрылось огромное количество историй, когда родные приходили в центры И узнавали, что буквально за стеной от комнаты, где проживают их старики Лежат несколько дней трупы, которые не убираются Потому что нет персонала, которые вообще стали бы в известность о том, что произошли смерти Из-за этого приглашают военных, из-за этого приглашают специалистов Которые находятся в отставке, да, кто ушли на пенсию И даже разговаривают о том, что надо поставить под ружье студентов Или же иностранцев, которые имеют образование, но не имеют права работать Это вот большая-большая проблема И о ней постоянно-постоянно-постоянно говорят Что делать для того, чтобы люди, особенно старики, которые находятся в таком положении Они были бы защищены, или, по крайней мере, они могли умереть за стоимостью Следующая проблема Это проблема, связанная с тем, как выводить бизнес из состояния литургической смерти Потому что практически все бизнесы в месяц уже находятся на карантине И, соответственно, возникает вопрос о том, когда, во-первых, выводить А, во-вторых, каким образом выводить То есть рассматриваются разные сценарии От того, что будут выводиться там постепенно Исходя из того, какая есть потребность Насколько сами компании готовы выходить До того, что, собственно, вот Мы сегодня, условно говоря, объявляем о том, что вы выходите И вот вы все должны будете, обязаны выходить тогда-то Да, то есть такой вот мягкого способа выхода до жесткого способа выхода По жесткому сценарию попытались пойти со школами Но ничего не произошло Потому что школы в массе своей сказали, что они не готовы Ибо там были представлены определенные критерии Обеспечить возможность детям сидеть не меньше, чем 2 метра друг от друга Возможность привозить-увозить детей и так далее Школы сказали, что мы этого сделать не можем Тем более в такие сроки Многие официальные лица сказали, что вообще, типа, на месте родителей Мы бы своих детей, по возможности, продолжали бы оставлять дома Но не вводить в школу Как будто ни было, возобновляются дистанционные классы Которые, собственно, на какое-то время там притихли Где-то они притихли, где-то не притихли Но как будто ни было, они точно будут в полном объеме возобновлены Если их не было Дальше говорится о том, что мы сначала думали о том Что мы будем вводить провинциальный бизнес, начиная с 18 мая Но, соответственно, 18 мая было сказано, что ситуация не настолько еще хороша Для того, чтобы это делать И, соответственно, перекинули и перенесли срок выхода из кризиса Потихонечку, понемножечку на 25 мая Что там будет дальше, мы посмотрим Но сейчас ситуация находится в каком-то таком шатком равновесии С одной стороны, все уже устали, всем надоело, всем хочется работать А с другой стороны, цифры еще не пришли к какой-то такой точке равновесия Чтобы показать, что все в порядке и можно выходить Есть провинции, есть, точнее, регионы в провинции, где все в порядке Там практически их заражений никаких нет Есть ситуация под контролем В Монреале, как я уже сказал вначале, ситуация далеко еще от стабильности И более того, говорят о том, что койко-мест уже нет И людей начинают, кто болеет, постоянно вывозить в больницы, госпитали Которые находятся за пределами Монреаля Вот такие вот у нас новости Надеюсь, что все будет хорошо В любом случае, мы победим эту дурную, непонятную городу Спасибо, отклоняюсь, всем отличных выходных и счастливо Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok